я сегодня купила овощи фрукты сейчас покажу расскажу что у меня интересного какие полезные свойства что мы из них будем делать вот ну и начнем с помидорчиков их еще называют томатами по-разному вы знаете помидоры томаты они вообще примечательны тем что в нашей кухне из них вообще делать все или практически все салаты добавляют салаты до едят сами по себе маринуют солят что только не делаю до делают из них томатную пасту в общем вариантов целая масса вот на севере да где то россия знаю даже больше кладут помидоры это вообще конечно крайне странно удивительно потому что у нас всегда в основном едят свежими вот но вообще помидоры и любые такие овощи до которые вот такие вот влажные волокнистые они хороши тем что в них содержатся пищевые волокна пищевые волокна это всегда хорошо для пищеварения потому что вы так быстрее наедаетесь дольше у вас отрида переваривается дольше чувство насыщение и в любом случае любые овощи они выполняют такие очистительную роль такую для организма поэтому в любом случае конечно их лучше кушать сырыми потому что когда мы обрабатываем какие-то продукты но именно овощи до которые сами по себе растут ну их можно употребить в пищу так ну это уже не очень хорошо они теряют все свои витамины минералы и полезные свойства поэтому лучше кушать их сырыми такими какими нам удобно мать природы вот еще огурчики огурчики это тоже самые до один из самых низкокалорийных овощей в огурце по моему содержание калорий на 100 грамм это 12 или 13 или 20 насколько я помню килокалорий вот при этом попробуйте съесть хотя бы килограмм огурцов да это будет довольно таки трудно потому что это много да в то время как это составит всего столько калорий сколько бы содержалось в одном там кусочке какой-то какого-то фастфуда или еще чего-то поэтому если вы хотите похудеть нужно кушать огурчики потому что энергозатраты организма на то чтобы их усвоить переварить будут гораздо больше чем сама их калорийность поэтому это идеальный продукт для похудения салатик с огурчиками помидорчиками это просто вообще спасение да и такое замечательное средство для похудения вот потом что-то интересного апельсинчики я взяла апельсинчики к сожалению сейчас в основном импортные какие-то вот эти например из египта да вот апельсинчики прежде чем к нам с вами доехали они сначала были в египте росли да представляете потом в какую-то другой город привозят потом ну да в самый большой потом только к нам и вот из египта они спустя очень долго да оказывается нашем столе минус конечно бывает в том что зачастую все эти продукты да апельсины мандарины они прежде чем доедут это же очень много времени пройдет и их срывают довольно-таки зелеными они не совсем спелыми чтобы они не пропали по дороге из-за этого они у нас да на столе такие бывают ну какие-то нам кажется они не очень вкусные не очень сладкие и вот запомните если вы хотите чтобы фрукт созрел до чтобы он набрался сочности набрался вот мягкости какой-то чтобы было очень приятно кушать если он зеленый любые там апельсины мандарины и стоит просто так потрогает магазин если они немножко поддаются пальчику да ну то есть вот можете вы их так немножко помять значит нормально кушать можно а если вы сжимаете со всей силы они не сжимаются деревянные там под бег стол значит они долго еще не созреют но если вы все-таки купили такие зеленые да которые вообще не спелы с которыми можно что угодно кидаться в кого-то или это будет больно лучше их положить дозревать в какое-то место но не возле батареи конечно чтобы там было объективно тепло потому что если вы положите в холодильник они там будут просто сохраняться и консервироваться потому что холод он сохраняет и они не доспеют потом особенно если фрукт зеленый он просто пропадет поэтому их нужно аккуратненько дозревать в каком-то теплом месте проветриваем желательно еще бумагу в какую-то завернуть ну и конечно проверять их состояние не так что закинули куда-то и забыли желательно еще переворачивать особенно такие фрукты как авокадо там киви но с апельсинами попроще вот на сегодня это все мои покупочки какие вот они у меня были для правильного здорового питания и поддержания жизненной энергии